У московского коксогазового завода есть не только крепкие трудовые традиции, но и традиции празднования замечательных событий. Тем более повод особый – 70-летний юбилей предприятия. В этот день, наверное, нам нельзя не вспомнить тех людей, которые проектировали завод, строили завод, начинали эксплуатировать завод. Ну и, безусловно, тех, кто сегодня продолжает эти традиции. Праздничное мероприятие состоялось в районном историко-культурном центре. Поздравил сотрудников Москокса временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов. Москокс – это Видно. Видно – это Москокс. И мне очень приятно, что сегодня Минстрой Российской Федерации опубликовал рейтинг. Есть такая градация. Града с условно-комфортным климатом. И Видно занял первое место по комфорту для жизни. Это ваша заслуга всех ветеранов Москокса. Много теплых слов в адрес ветеранов производства, сказал Вячеслав Ветисов. Также депутат Государственной Думы зачитал поздравления от губернатора Московской области. Постоянно говорим слова и благодарность нашим предкам, отцам и дедам, которые в непростое время разворачивали производства, которые со временем занимали ведущие позиции не только в стране, но и в мире. Конечно, те традиции, те династии, которые сегодня на производстве присутствуют, конечно, это велика наша сила. Сегодня на предприятии работают 900 человек. Многие из нынешних заводчан – представители трудовых династий. А для некоторых такая непростая профессия стала делом всей жизни. Иван Бельченко даже после выхода на пенсию еще 11 лет трудился на родном заводе. И сразу он меня послал работать люковым наверху, на печи. Там я проработал сколько люковым? Ну, лет 10. Потом я наверху перешел на машину загрузочного вагона. Там проработал. И всего проработал на заводе 45 лет. Стоит отметить, что среди работников Москокса всегда было много представительниц прекрасного пола. Родители тут проработали все время. И мама, и отец. И в Москву далеко. Пыталась в Москву, а потом я так тут и сел. Все слова и выступления в этот день были пронизаны одним общим посланием – благодарностью за бесценное наследие, бережно сохраненное и переданное сегодняшнему поколению. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.